МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот материал мы готовили около года. Собирали информацию, знакомились с законодательной базой, общались с различного рода специалистами и консультировались. В общем, зондировали почву. Изначально программу планировалось посвятить детям, оказавшимся в руках тех, кто не чурается нечестным заработком, детям-попрошайкам и их покровителям. Трудно представить рязанца, который не знает об этой семье. Маленькая девочка сидит в инвалидном кресле в сопровождении своих родственниц, мамы или бабушки, на входе в один из торгово-развлекательных центров города. Семья, по свидетельствам очевидцев и из личного наблюдения, собирает милостыню на лечение девочки. Так уж вышло, что к нам обратилось руководство ТРЦ с просьбой разобраться в ситуации. Мол, устали они уже от попрошаек. Своими силами уже не справляются. А регулярно наблюдать такую картину сил нет. Как же образом правомерным выпроводить семью, чтобы не обидеть никого и чтобы обратно они не возвращались? Мы к такой просьбе отнеслись с пониманием и отправились в торговый центр. Вообще-то картина удручающая по этому поводу, требующая сожаления, принятия меры и всего остального прочего, потому что не может ребенок находиться в таких условиях, понимаете? Ведь ребенку нужен уход, правильно? Но ребенок не может по 3-4 часа сидеть в коляске в одном и том же положении, понимаете? Это будут и пролежни, и что-то еще, и что-то еще, правильно? С женщиной разговаривать некорректно, очень даже. И у нас складывается такое впечатление, что ребенок служит как средством на жизнь. Руководители ТРЦ всерьез взялись за эту проблему. Даже организовали своего рода комитет, на котором присутствовали представители инспекции по делам несовершеннолетних, общественные организации по борьбе с детским рабством и, собственно, руководители центра. В повестке дня важный вопрос – как раз и навсегда выпроводить семью попрошаек из торгового центра? На данной встрече присутствовали, соответственно, грубо говоря, три стороны. То есть мы, как общественная организация, соответственно, сотрудник полиции и администрация торгового центра «Круиз». Пока мы на данном этапе все это разделили на три части, соответственно. То есть первую часть администрация «Круиз» со своей стороны пообещала поставить, грубо говоря, там, как объяснить, технические средства, да, соответственно, дабы не было возможности заниматься там прошайничеством. Вот, с нашей стороны пока информационная часть на данном этапе, соответственно, то есть, грубо говоря, те же самые плакаты, рекламные материалы вот именно по этому делу. И, ну, соответственно, полиция будет заниматься тем, что будет контролировать все с юридической стороны, чтобы, то есть не было нарушения закона и на данном этапе пока так. Мы вот, если честно, не сталкивались пока еще с такими ситуациями, что тут вроде как по закону нельзя, здесь как бы вроде администрация тоже не может, да, там где-то что-то нарушать. Вот, таких ситуаций не было, но будем стараться решать, потому что девочку, честно говоря, жалко. Жалко, то есть ей лучше не становится. Фонды, в принципе, готовы оказать помощь, но человек, к сожалению, контакт с ними не идет. Свой номер телефона мы оставили охране центра, чтобы нам сообщили, когда прибудет девочка и ее сопровождающая. Через несколько дней нам поступил звонок. Пришли. Съемочная группа сразу отправилась в ТРЦ. Спрашиваем ими девочки. Анечка, Е11. Улыбчивая, голубоглазая девчушка помахала нам рукой и с любопытством стала рассматривать камеру. Разговор, который изначально казался невозможным, растянулся почти на час. Никто ничем не помогает. Господи, вот только хляузничают на нас и все. Сейчас кризис в стране, никто ничем не может помочь. Мы в суд за счет обращались, пять тысяч нам дали и все. А вот клапанную систему ставили, это стоит 25 тысяч. У нее спинномозговая грыжа. Вот операция, если мне документы могу показать, у нас никто их не спрашивает. Нас такой грязью облили, как будто мы на себя работаем, ради себя наживаемся. А справки наши никто не смотрит. Потому что операции проводим. Вот летом сделали две, и сейчас вот клапанную систему и старую. Вот видно шелстно. У Анечки с полтора десятка патологий. Многие явились как осложнение после операции. Об этом нам рассказала бабушка девочки. И сразу показала целую стопку заключений, справок и выписок. Это не все документы, а только самые свежие. Всего девочка за свою жизнь перенесла без малого десяток операций под общим наркозом. У нее проличный ног, у нее мочевой не работает, почка плохо работает, кишечник не работает. Там столько проблем. Ей чуть ли не каждый год нужно операцию делать, а в каких лекарствах она нуждается. У нее вот псориаз на голове. Она бросает корки, вот сейчас побрели, и перед операцией все это. А лекарства дорогие. Она уже к дешевым привыкла. За 10 лет мы все дороже, мы дороже. Она в постоянном лечении нуждается. Вопрос об актуальности родозанятий семьи Красевых отпал сам собой. Татьяна Петровна показывает на себе эластичный бинт, перетягивающий грудь. Онкология, швы еще не затянулись. Я сама вот операцию сделала еще, и вот из-за нее все равно стою. Понимаете? Вот, дашу еще не сняли, ни онкологии. Еле стою. Одеваться не надо. Прикинув, сколько внимания требуется Ане от ее семьи, и какую пенсию при этом девочка получает по инвалидности, страшно представить, как у этих женщин вообще хватает сил на что-то. Поговорев по душам на лавочке в коридоре торгового центра, Татьяна Петровна, бабушка Аня, предложила как-нибудь заглянуть к ним в гости, посмотреть, как и в каких условиях приходится жить девочке-инвалиду. На том и разошлись. После новогодних праздников мы вернулись к проблеме семьи Карасевых. Созвонились, договорились о встрече. На этот раз нас встретила мама Анечки Лилии Викторовна. Девочка сидела в кровати и очень радовалась приходу гостей. Аня была желанной дочкой, родилась вовремя. О диагнозе стало известно лишь за пару недель до рождения. Спинномозговая грыжа, а затем развелась внутренняя гидроцефалия. Когда в 38 недель, конечно, сказали, уже деваться было некуда. Но я бы и не стала делать заболачивание. Вот, а потому что она родилась в срок, она родилась доношенная. По шкале 7-10 баллов. Ну, вообще, с большим, с хорошим весом. 3,800. Вот. Нормальный ребенок, только ножки вот были по вялому типу. Они даже не могли определить, что это грыжа, а какое-то образование, новообразование, понимаете. Так она хорошенькая, все лицо, симметричное, все-все-все. Не то, что там говорили, что какой-то яйцевидный там. Ну, положили ее в патологию на месяц. Все, в диагноз. Пока врач, наверное, хирург. Тут праздники как раз были. И вот эти вот, что в январе она родилась. Вот. И потом поставили у нее гидроцефалии внутренние. Ну, мне сказал заведующая, что она жить не будет. И такой ребенок очень тяжелый, что я не справлюсь. И она не слышит и не видит, она мне говорила. Представляете? Ну, я пошла, я только ее увидела, у меня слезы градом, я ее сразу взяла. Ну, и мне-то сказали, что она жить не будет. Я думаю, лучше домой взять. Ну, ребенок живет, мы начали проводить операции. Пенсия Анечке вкупе с пособием мамы составляет 17 тысяч рублей. На обслуживание, лекарства, гигиенические средства и продукты для девочки, по словам родительницы, в месяц выходит не меньше 40 тысяч рублей. Некоторые операции Лилия делала дочери за свой счет, хотя в основном все же на них выдавались квоты. Сначала поставил простой шунт, пока клапанную систему. Он три раза пробивал трепанацию, делал черепа. Вот, потом только поставил клапанную систему. Так же с грыжей, он тоже не такой специалист, как в Москве. Он начал скачивать жидкость, ушивать, и он опять вылазит. Он опять ушивает. Это же наркоз. Ребенок уже рвет его, и кровь идет, и профессор говорит, срочно оперировать. Гемоглобин падает, она бледная вся. Так он вздумал, тоже же поставил шунт из грыжи. Хотя на пятый день в Москве ее удаляют, грыжи ставят имплант, железную пластину. И дети или умирают, или ходят. А наш, он тянул время пока, свертываемость крови, там все такое и прочее. Она смотрела в одну точку. Они ставили ей диагнозы, не понять какие. Менингит, синтрон центрального генеза, который температура постоянная. А оказывается, нужно было просто сдать кровь на моча, вот по вене, в которой кровь сдается, да, то есть эта синька вводится в кровь и показывает почка, как работает. У нее плохо работала почка. И нужно было поставить катетер. Даже этого не могли ОКБ поставить. Я сама поставила катетер. И ребенок заговорил. Она год не разговаривала. Ничего не ела. Все через блендер. Отец девочки оставил семью после рождения третьего ребенка. Алименты не платят. Бабушке после операции впрок бы о себе позаботиться. Вот и остается женщинам Карасевым идти в торговый центр. Добрых людей много. Я не могу ее оставить одну. У меня мама ее не поднимет. А тогда она будет лежать. А ей нужно подать каждую минуту или сок, или там покушать, приготовить. Вот. Мама, она ее даже не передвинет тяжело. Такую больше килограмм нельзя ей поднимать. А в круизе есть много добрых людей. Добрых людей, которые понимают очень большее число добрых людей, которые понимают, что такое положение, что у меня безвыходное положение. Алименты мне муж не платит, хотя он дальнобойщик. Но я денег не спрашиваю, я не побираюсь. Табличку я не достаю. Все. Раньше как-то я стояла с табличкой. Ну а сейчас много знакомых, даже тех людей, которые до сих пор ко мне приезжают, если мне нужна помощь, там две тысячи покушать купить. На вопрос о том, обращались ли Карасева за помощью в фонды, Лилия отмахивается. Несколько раз обращались. Ни разу средства не дошли до адресата. Исчезала их материальная поддержка вместе с надеждой на помощь всевозможных частных фондов. Несмотря на тяжелейшую болезнь, Аня остается обычной 11-летней девочкой, которой нравятся игрушки, куклы, которые любят красить губы и наряжаться, играть с котами. У нее их целых два – рыжий и серый. Она не разговаривает, а подбегает. Котенок, конечно, не разговаривает. Она улыбчива и приветлива. Она любит маму, бабушку и брата с сестрой. Много смеется и по-настоящему радуется самым маленьким подарком судьбы. Лилия не перестает повторять то, что Аня жива, что она самостоятельно дышит, все понимает и разговаривает. То, что девочка благодарит маму после каждой, даже самой болезненной процедуры – это настоящее чудо. Ну, не каждый мужчина это смог бы даже носить. У меня даже спина, вот уже нога не работает. Из-за того, что спина, грыжа, и ни одной… Ну, подмыть условий никаких, как говорится. Мне даже такой человек говорит, спасибо, мамочка, что-то мне хоть больно ей вычесывать корки, вот эти вот все, чтобы не чесались. Вот, и она все равно благодарная. Ребенок не как-то простые дети. И заодно лишь ее тоненькое спасибо мама перевернет горы. И справится со всеми тяготами жизни, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. Сейчас врачи просто в шок приходят даже нейро. Вот невролог, она мне сама в лицо, как можно сказать человеку, что ребенок не жилец. Просто. У меня слез с градом. А она живет, и можно даже посмотреть. Просто посмотреть. Она раньше не ела. В Москву мы приехали, невропатолог говорит, не спешите, ребенок и сам будет есть, и будет разговаривать. И вот у нее небо высоко было, но там патологии. И как ребенок еще соображает. Мне кажется, за счет Господа Бога ей нужно было родиться и жить, понимаете. И я своими силами просто лечу ребенка. Если вы хотите оказать помощь Анечке, мы представляем список самых необходимых медикаментов и средств, которые облегчают жизнь девочки и поддерживают ее здоровье. Контактный телефон прилагается. Мазь акридерм ГК, мазь тридерм, мазь аргосульфан, крем скинкап, ноутропил, церебролизин, полин, ножные мочеприемники, подгузники для взрослых на резинке, сок фрутоняня. Также семье Карасевых необходимы внутриушной слуховой аппарат «Аня страдает тугоухостью» и прогулочная коляска. Телефон для связи Лилии Викторовны Карасевой 8 960 570 29 59